Екатерина Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте! Как складывается картина? Какие первые результаты? Мы обследовали несколько районов Брянской области. Мы побывали в Клинцах, Новозыпковском районе и, собственно, Брянске. Вообще, вот эти исследования йододефицитных заболеваний проводятся так называемым кластерным методом, когда методом, по сути, случайной выборки определяются школы, в которых потом это исследование проводится. Почему школы? Потому что понять, насколько население региона в принципе обеспечено йодом, можно, по законам эпидемиологии, проведя исследования именно в группе детей школьного возраста, причем школьного возраста от 8 до 10 лет. Вот такие когорты детей входят в это исследование. Кроме того, мы обследовали еще и взрослое население Брянска, тех людей, у которых так или иначе щитовидная железа когда-то была уже скомпрометирована. То есть тех людей, которые имеют определенную патологию, и они просто пришли на контроль, на вот такой вот мониторинг. Когда мы говорим об эффективности проводимых мероприятий, касательных ликвидации йодного дефицита, на что мы должны ориентироваться, чтобы сказать, что регион свободен от дефицита йода? Мы должны понять, насколько распространен зоб, диффузное увеличение щитовидной железы, именно вот в этой когорте детей, о которых я сказала. Если регион свободен от йодного дефицита, то процент детей школьного возраста, имеющих зоб, должен быть меньше, чем 5%. Что мы видим здесь? Результаты пока предварительные. Нам надо еще их обсчитать, проанализировать и так далее. На сегодняшний день мы видим, что пока Брянская область не достигла этого результата, и распространенность зоба выше. А сколько она выше? Приблизительно хотя бы на сколько? Она выше в 2-3 раза от той цифры, которую я назвала. Настораживает еще и тот факт, что в ткани щитовидной железы у детей при ультразвуковом исследовании щитовидной железы мы обнаруживаем множество фокальных изменений. То есть нарушение структуры щитовидной железы, которые тоже могут быть связаны с дефицитом йода, а также с другими заболеваниями, аутоиммунными, например. По результатам таких исследований, какие меры будут приняты? Возможно, региональные программы, рекомендации, возможно, дополнительное обследование детей с выявленными патологиями? Вы знаете, это очень хороший и важный вопрос, потому что Брянская область может явиться таким примером для многих других регионов нашей страны в том, что именно в Брянской области, начиная с 1996 года, профилактические программы, направленные на устранение йод-дефицитных заболеваний, принимались и успешно реализовывались. И нужно отметить, что в Брянской области эта работа проводилась очень системно. Заканчивалась одна программа, по сути, сразу же вступала в работу другая. Отчасти это происходило из-за того, что, к сожалению, Брянская область пострадала при аварии на Чернобыльской атомной станции. В этой связи были расставлены правильные акценты. Была определённая онкологическая настороженность. И действительно, в регионах с хроническим природным дефицитом йода риск развития рака щитовидной железы в случае радиационной контоминации возрастает в несколько раз, и особенно у детей. Так произошло и здесь. Поэтому крайне важно было наладить йодную профилактику, что и было сделано. Но региональные программы, постановления правительства регионального, которое тоже очень многое сделало для решения этого вопроса, захватывали всё-таки какие-то определённые временные отрезки времени. Понимаете, проходило пять лет, заканчивалась программа, а потом какое-то количество времени, пока вновь решался вопрос о внедрении профилактики, люди оказывались лишёнными систематических профилактических мероприятий. И вот этот момент, он важен, потому что йод – тот самый микроэлемент, который в человеческом организме не вырабатывается. Йод должен поступать регулярно, каждый день, в одном и том же количестве. И главное, ключевое слово тут – регулярно. Понимаете, поэтому если мы живём на территории, которая географически является йододефицитной, а Брянская область относится к йододефицитным территориям, то вот эта профилактика должна быть постоянной. Не от программы к программе, а на постоянной основе. Поэтому, с одной стороны, программы дают важнейший такой импульс и для обследования населения, и для мониторинга и подведения итогов, и для внедрения профилактических мер. Но колоссальное значение играет ещё и такая вот просветительская работа среди населения. Работа учителей, работа врачей первичного звена, работа, безусловно, врачей-эндокринологов. Вы затронули тему Чернобыльской аварии. Брянщина сильно, как известно, пострадала от этой аварии. Прошло уже 36 лет. До сих пор этот фактор является определяющим при заболевании? Период полураспада ряда тех элементов, которые выбросились в ходе этой аварии, занимает временные сроки гораздо больше, чем прошедшие 36 лет. Это и 50, и 100 лет, и так далее, и так далее. Сама по себе вот эта ситуация, которая случилась, она ведь привела к двум таким сценариям развития события. С одной стороны, люди, которые жили на территории, обеднённой йодом, подверглись выбросу радиоактивного йода, а щитовидной железе всё равно, какой йод захватывать, если она существует в условиях дефицита. И щитовидная железа активно захватила радиоактивный йод. Это послужило поводом для того, что развелись тероидиты, заболевания щитовидной железы, которые развелись остро, по сути, в момент этого захвата. А с другой стороны, это дало целый каскад событий в ткани щитовидной железы, который завершился теми мутациями, которые вызвали рак щитовидной железы. И вот эта ситуация была на тот момент. Дети Чернобыля выросли и получили вот эти свои раки в подростковом возрасте, в молодом репродуктивном возрасте и так далее. Но остались ещё и те самые элементы, которые распадаются долго. И вот этот шлейф этой трагедии, к сожалению, до сих пор присутствует. И до сих пор раки щитовидной железы выявляются здесь чаще, чем в других благополучных с точки зрения радиационной безопасности регионов. Как часто нужно проверять работу щитовидной железы? Какие симптомы могут говорить об отклонениях в работе эндокринной системы? И когда всё-таки стоит бить тревогу? Ну вот на вопрос, как часто надо проверять. Проверять надо тогда, когда, во-первых, в семье есть патология щитовидной железы, и когда можно думать о каких-то наследственных вариантах заболеваний. Особенно это относится к опухлям щитовидной железы. И есть определённые виды рака, когда они передаются по наследству. С другой стороны, абсолютно всем можно сказать о том, что нужно проходить регулярные профилактические осмотры. Нужно проходить диспансеризацию. И диспансеризация делится на несколько этапов. И вот даже самый первый начальный этап диспансеризации, когда человек просто попадает к терапевту, на сегодняшний день обязательно включает пальпацию щитовидной железы. То есть терапевт должен прощупать, пропальпировать щитовидную железу. И если он выявит какие-то признаки, которые заставят его заподозрить заболевание, тогда он направит этого человека на второй этап уже к эндокринологу. Поэтому диспансеризация – наше всё, её надо проходить. То есть огромная ответственность тут лежит в том числе и на врачах первичного звена, которые должны владеть хотя бы методикой пальпации щитовидной железы. Функцию щитовидной железы можно проверить, и, наверное, даже нужно, женщинам, которые планируют беременность и которые забеременели. Потому что критичным для будущего ребёнка является дефицит тероксина, как я уже сказала. Поэтому определение уровня териотропного гормона гипофиза – это главный тест, который говорит о том, как работает щитовидная железа. Это необходимо на самых ранних этапах беременности. Какие симптомы? Надо понимать, что щитовидная железа, её болезни могут протекать без нарушения функции и с нарушением функции. И вот клинические проявления, симптомы будут зависеть от того, нарушена функция щитовидной железы или нет. В том случае, если нарушения функции щитовидной железы нет, то, по сути, симптомов практически и не будет никаких. Человек ничего ощущать не будет. Он ощутит дискомфорт в области шеи, затруднения, глотания, дыхания и так далее. Только тогда, когда щитовидная железа увеличится до таких объёмов, что начнёт сдавливать близлежащие органы и разовьётся так называемый компрессионный синдром. В норме объём щитовидной железы у женщины не должен превышать 18 мл, у мужчины – 25 мл. Всё, что выше, оно уже является патологическим состоянием, называется словом «зоб». Сначала этот зоб диффузный, просто диффузное увеличение, потом с течением времени там формируются узлы, узловые образования. Но до поры до времени всё это происходит бессимптомно. Если патология щитовидной железы протекает с нарушением функции, то эта функция может быть или понижена, или повышена. Если функция щитовидной железы понижена, то это называется словом «гипотириоз». Гипо – мало, тиреоз – тиреоидных гормонов. Мало тиреоидных гормонов. Человек ощущает слабость, вялость, сонливость, снижение работоспособности. У него появляется одутловатость лица, прибавляется масса тела, урежается частота сердечных сокращений, формируется склонность к запорам, кожа приобретает желтушный цвет. У женщин возникают проблемы с наступлением беременности, то есть это бесплодие. Но и определенные лабораторные показатели в анализах крови, не только связанные с гормонами щитовидной железы, можно увидеть. Если же это пациент с повышенной функцией щитовидной железы, то здесь речь идёт о тиреотоксикозе. Само по себе слово «токсикоз», токсикоз – тиреоидными гормонами, токсикоз – гормонами щитовидной железы. Зеркально противоположная ситуация. Пациент с тиреотоксикозом – это человек с выраженной эмоциональной лабильностью. Это человек, который может очень легко засмеяться и также легко заплакать. Который начал реагировать на какие-то обыденные вещи совершенно ненормальным способом. Он раздражается на пустом месте. Этот человек много кушает, у него повышенный аппетит, но при этом он стремительно теряет массу тела, он худеет. Мы можем у такого пациента увидеть дрожание пальцев рук – это тремор. И одним из главных проявлений тиреотоксикоза является тахикардия. В том числе усиленная частота сердечных сокращений очень характерна для тиреотоксикоза. В 25% случаев тиреотоксикоз будет сочетаться с другим заболеванием – эндокринной офтальмопатией. То есть ситуация, когда глаза увеличиваются, буквально выпучиваются из глазных яблок, развивается эндокринная офтальмопатия. И перед нами человек с той самой базедовой болезнью, когда есть зоб, тиреотоксикоз, пучеглазие. Это такая классическая картина данного заболевания. Поэтому если немотивированная, необъяснимая тахикардия в покое, проверьте анализ крови на тиреотропный гормон. Если вдруг у вас совершенно необъяснимый упадок жизненных сил и прибавка массы тела, при том, что вы не изменили свой образ жизни и режим питания, проверьте уровень тиреотропного гормона. Если вы планируете забеременеть, и у вас не получается, непонятно почему, не забудьте проверить функцию щитовидной железы. Медицина в последние годы сделала большой рыбок в лечении, в диагностике эндокринных заболеваний. Какие современные методы применяются сегодня в вашем эндокринологическом центре? В эндокринологическом научном центре сегодня доступны абсолютно все инновационные методы лечения патологии щитовидной железы. От всей линейки медикаментозной терапии, лекарственных препаратов, которые используются, и заканчивая хирургическими методами лечения и радионуклидными. Щитовидная железа – такой орган, что, с одной стороны, множество патологий можно вылечить таблетками. И сегодня современные препараты позволяют это сделать, либо вылечить, либо достичь эффективной компенсации, нарушения функции щитовидной железы. Но в ряде случаев необходимо использовать методы, которые позволяют радикально решить проблему. И сегодня нашим пациентам доступна и хирургическая помощь, причем не просто хирургическое лечение, но и лечение с применением нейронавигации. Это очень важный момент, потому что, применяя это дополнение к хирургическому лечению, мы можем гарантировать отсутствие осложнений от него. Понимаете, рядом с щитовидной железой есть еще определенные нервы, есть пара щитовидной железы, и, с одной стороны, мастерство хирурга, профессионализм хирурга, его руки. Но, с другой стороны, современные методики визуализации, которые позволяют все это заметить и топографически правильно провести операцию в комплексе, дают блестящий результат, и люди имеют очень хороший исход хирургического лечения.